приветствую все кто будет смотреть это видео видео на самом деле спонтанная будет снято довольно таки похабно по той простой причине что мне лень что-то хорошо делать у меня как правило посмотрит ну стол просмотров но там что тип того да и не знаю почему если честно когда вот и так просто садишься да и вот так похабно делать почему-то просмотров больше вот тоже не знаю почему но мне честно говоря папу снимает там что-то стараться там той камеры потом сводить данного его нафиг и так сойдет кому это будет интересно тот посмотрит кому это будет не интересно тут сразу переключат хоть бы к сколько ты камера не сводила какой бы ты звук не делал ну и собственно в чем будет заключаться суть видео я как обладатель камеры инста 360 x3 да от снимал на нее обзор да вообще принципе на вторую и на первую я снимал обзор и говорил что принципе это охренительные камеры с точки зрения креатива но камеры с точки зрения картинки там понимаете что вот у этой камер инста 360 x3 который сегодня пойдет речь хотя речь о ней пойдет как бы косвенно да но вот у этой камеры картинка где-то на уровне gopro 7 ну ладно там но плюс-минус на чуть-чуть не дотягивает до девяточки если честно вообще ни капельки чуть не дотягивая потом вам покажу пруфы тоже будут на и будет мало потому что это больше разговорное видео опять же кто захочет тот поймет кто не захочет понимаете ты ему даже с пруфами показывать он не поймет вообще об этом собственно и речь в этом видео что ты вот чек показываешь пруфы он не понимает не потому что он плохой человек потому что просто он не понимает вот и все я объясню почему он не понимает потому что как бы это потом я объясню хорошо мы до этого еще дойдем но и собственно у нас такая вот интересная ситуация что ты людям говоришь что эта камера хорошая она снимает хреново люди все говорят что ты дурак ты ни хрена не понимаешь что ты ни хрена не умеешь, и ты говоришь, ну блин, ну как я ты ни хрена не умею, как я ни хрена не понимаю, если я вот тебе показываю пруфы, вот я тебе показываю, смотри, вот смотри, вот мое видео, вот, смотри, вот эта камера снимает так, вот эта камера снимает так, ты говоришь, человек, вот, покажи мне свое видео, а у него видео нету, или такой, ну а как ты вообще руководствуешься, он говорит, ну а я блогеров смотрел, ну вот смотрел блогеров, вот блогеры говорят, так, ты свистишь, блин, ну блин, ну чуваки, ну серьезно, Ну, вы поверите блогерам, причем там блогеры настолько, вот инсты настолько продажные блогеры, что они даже гупрошку подпихивают вместо инсты и даже не пишут, что, ну, как бы, что видео на гупро снято. Блин, ну, как такое может быть? И ты как бы сидишь такой и не понимаешь. Ну, ладно, хорошо, ну, ты блогера смотрел, ну, вот, я тебе пример даю, ну, что ты в примере? Она говорит, ну, что ты докопался до качества? Камеры снимают примерно одинаково. Что ты до них докопался? Я говорю, но они не одинаково снимают, вообще ни капельки не одинаково. Одна снимает хуже, другая лучше. И вопрос другой, надо ли тебе, что вот, надо ли тебе этот креатив, который она снимает, или не надо? Вот мне он нужен, потому что у меня три камеры. У меня есть камера, которая хорошо снимает, у меня есть камера, которая просто снимает, у меня есть камера, с которой я играюсь. Вот я с ней играюсь, она мне нужна, да, она мне нужна только поиграться. Я три месяца поиграюсь, и через три месяца я продам ее. Потому что она снимает говняво. Ну, вот, и как бы вот так. И ты с одной стороны сидишь и не понимаешь, Вот как вот так получается, что ты людям объясняешь, они тебя не понимают, они тебя не слышат. И сегодня я наконец-то понял, вот как так получилось, что они тебя не слышат. И почему они тебя, главное, не слышат. Ну и теперь уже потихонечку переходим к видео. Собственно, почему камера Insta360 X3, вот чем вот это конкретно связано с нею? Потому что вот X3, она хороший пример того, как люди не понимают, да, но вот они верят маркетингу. Эта камера маркетинг, очень хороший маркетинг. И это хороший пример, как вот люди, они вот не понимают то, что вот что, вот им показали картинку, и они не понимают. И мы, собственно, сейчас разберемся, как вот так получилось. И, собственно, такая вот коротенькая предыстория. Я вчера выложил на Google Диск 10 гигов образцов с этой камеры. 10 гигов образцов с этой камеры. 10 гигов, вот просто как есть. Вот файл камеры просто взял туда и закинул, чтобы люди могли скачать, покрутить, посмотреть, нужна ли им эта камера. Там вот и с одной линзы, и с одной линзы рядом с GoPro, и TRP, и 8 дырок, короче. Ну, я такой ложусь спать себе спокойненько, с чувством выполненного долго, и наутро мне приходят комментарии. Как бы я в 6 утра просыпаюсь, сделаю себе чашку кофе, брю мобильник в руки, и мне приходит вот такой вот интересный комментарий. Кстати, Алгор, я ни в коем случае тебя не хейчу, спасибо тебе, ты у меня уже дважды выручаешь. Благодаря тебе первый раз я понял, как снимает InstaRS, да? И второй раз благодаря тебе, ну или вам, как правильно будет, я уже понял, почему, собственно, люди не понимают, что ты им хочешь не доказать, а что ты им хочешь показать. Почему они тебя не слышат? Вот, благодаря вам, конкретно, я понял это. Ну, и, собственно, сам комментарий. Что у нас говорится? Итак, вообще ничего не понял, света мало, Insta более яркая и резкая, по-моему, а по ссылке вообще непонятно, что два глаза, маленькая, нерезкая, все самое лучшее после рефрейма. Света больше им нужно. Ну, вообще, как бы там тест был, low light, да? Вот это, вот это, про это видео идет речь, да? Это у нас, сейчас, что вот это у нас? Это у нас GoPro, то есть, вот. Ну, камера, чтобы сравнялась с другой. Снимаем на максимально доступных настройках. GoPro, да, и сейчас я вам покажу. Я же не могу потом GoPro поднять, чтобы там 360 снимать. Да, вот, вот, собственно, вот про это видео идет речь. Это, как бы, Insta и GoPro, вот они вместе. И про себя я такой сижу, думаю. Как бы, сейчас подождите, вот, да, вот, вот она. Это Insta у нас, да? Сейчас покажу. Ой, бля. Бля. Та-та-та-та-та-та, Insta. Вот скажите мне, где эта камера более резкая? Вот смотрите, особенно на куст, на морду мою. Вот, где вот эта камера более резкая, более, как бы, более яркая, да? Тут видно, что, как бы, изображение вообще поплыло, вообще, причем, оно просто ужасное изображение, да? И, как бы, тут все, как бы, с одной стороны, понятно, да? И вот я про себя думаю, где это, вот, как бы, вот здесь более резкое, реально, изображение? Тут куст хотя бы нормально видно, морда нормальная. И, как бы, я про себя, знаете, такой совершенно думаю, странно, где вот, ну, где вот, как вот, у Insta изображение резче, чем у GoPro? Я такой думаю, ну, не, ну, это реально странно, я-то помню, что все было иначе. Как вот, как вот, опять, вот, как этот сидром работает, что, я, знаете, вроде как, каждый раз одно и то же. Вроде как, вроде, у тебя в голове одно, а люди тебе говорят другое. Я беру, открываю это видео на мобильнике, смотрю, а там, в принципе, ну, разницы реально нету. Ну, как бы, вот, нету разницы и все, вот, примерно одинаковое видео, что одно, что второе. Ну, я такой сижу, думаю, ну, наверное, ну, да, может быть, ну, в принципе, может, мне вчера показалось, хрен с ним. Окей. Читаю дальше, опять же, этот комментарий, в котором говорится по поводу того, что на Google диске. И я, опять же, думаю, блин, ну, что-то я, наверное, неправильно все-таки, может, я на Google диск что-то неправильно залил, ну, через попу. Может быть, что-то не то и получилось. Захожу на Google диск через мобильник, а там, опять же, две вот такие линзы, да, все не резкое, маленькое. Я стараюсь эти линзы загрузить на мобильник, открыть их через программу, инсту. И что вы думаете? Мобильник мне говорит, что этот файл не поддерживается. Я для себя делаю вывод, что, скорее всего, ну, я не монтирую на мобильнике, чтобы вы понимали. Для меня мобильник, я не знаю, ну, это что-то вот такое, знаете, типа, позвоните и ютубчик посмотри. И я, кстати, думаю, наверное, все-таки инста как-то перекодирует для мобильника, чтобы вес был меньше. То есть она как-то каким-то образом кодирует для мобильника файл, чтобы он был поменьше, полегче и с ним работать было попроще. Собственно, сама даже инста пишет, что некоторые функции недоступны. Допустим, 72 пикселя фото на мобильнике недоступны к монтажу. Ну, и я, собственно, иду за компьютер, да, после этого сажусь за компьютер, там, ну, с компьютера уже. Мне было время писать ответ, я так, ну, письменно, я, знаете, на компьютер сел быстренько, заснял. И говорю, что вот, наверное, вот так-то, так-то, что вот инста, наверное, кодирует, что это вообще показывает, что вот это было вот это видео, да. Это, да, по-моему, это. Где? Дымка. Что вот это было? Вот это вот видос, по-моему. Ой, блин, да что ты будешь делать? Инста. Это у нас образец видео. Что вот это вот это видео там, на самом деле, что там вообще вот куча всяких видосов залито, показываю, и ТРПР и 8 дырек. А сам про себя думаю. Ну, и показываю, что, допустим, там, что камера, если так присмотреться, она как бы вот, если вот так, она снимает неплохо, да, вот если вот так вот смотрим, так как бы неплохо. Если вот так поближе, то как бы уже, как бы, да, уже как бы говно. И после чего, опять же, получаешь, что эти камеры сравнивать нельзя, по сути, я думаю, как так получается, что люди вот, ну, не понимают, что сравнивать, ну, это как бы, ну, а если не сравнивать, то нахрена тогда камера, почему? Ну, зачем? Вот почему в ютубе вот люди, которые говорят, что камера хорошая, им можно сравнивать инсту, а люди, которым говорят, что камера хреновая, им сравнивать инсту нельзя? Вот как это работает? Ну, я, в принципе, понять не могу. А потом этот человек мне кидает еще второе видос. Мол, типа, посмотри, если понимаешь по-английски, там даже дело не в том, что я понимаю по-английски, а там рассказывается о преимуществах инсты перед гопро. И, знаете, там такое, блядь, такое, блядь, просто пиздобольство, извините меня за это, что, знаете, типа, инста может ходить без палки, без селфи-палки, то есть у тебя не видно селфи-палку. Давайте будем честны. Я не знаю, вот у меня сейчас какая-то подруга нет, она какая-то, блядь, валяется селфи-палкой от гопро. Ну, давайте честно, часто у вас бывает проблема, что когда вы смотрите видос, у вас, блядь, просто селфи-палка там видна. Вот часто у вас такая проблема, понимаете, это, блин, это проблема только инсты, то есть только у инсты может быть видна селфи-палка, и это проблема, которую они решили. То есть, по большому счету, ни у другой, ни у другой какой-то другой камеры вообще этой проблемы быть не может. И там, знаете, такие нелепости из разряда, что тебе надо просто, как, знаете, раньше было такое, как магазин на диване. Да, по-моему, магазин на диване был. И вот из этого разряда, что тебе надо придумать, почему хороший предмет неудобный, чтобы оправдать, почему хреновый предмет хороший. И вот все вот из этого вот, там даже ютубер, я бы показал, он пытается вообще зачернить вот эту гопрошку, да, и показать, что вот эта камера лучше, чем гопро. У него ни хрена, ну вот если бы я смотрел бы какой-то адекватный взрослый человек, у которого есть куча камер, он бы сказал, что ты дурак. Ну, понимаете, то есть, ну, у меня как бы и на GoPro не будет видно селфи-палкой, да я даже фотоаппарат возьму, там все равно будет не видно селфи-палки. Я, блядь, на штатив, сука, буду снимать, вот так вот ходить в руки, его держать, и не будет видно селфи-палки, даже на штативе. Несмотря на то, что он будет расправленный, и как бы, ну, так здесь же не понимаешь, блин, кто вообще эти люди, что-то, а потом сидишь такой, думаешь. Блин, ну, такое ощущение, будто вообще мы разные картинки смотрим, будто у нас вообще разные картинки. И потом я, знаете, такой, сижу, пью кофе, смотрю TikTok, а там чувак сравнивает iPhone 14 с камерой за 30 тысяч. Там какая-то мамия, по-моему, камера, да? И как бы смотришь такой, а разницы нет. Ее практически, ну, как бы я-то головой понимаю, что разница должна быть, но разницы-то нет. Я про себя думаю, блин, ну, камера-то за 30 тысяч должна же лучше снимать, но разницы-то нет. А с другой стороны, я не знаю, как снимать камеры за 30 тысяч, но разницы-то нет. Мне же ютубер говорит, что, вот, TikTok говорит, что разницы-то нет, но я тут знаю, что она есть. Ну, потому что у меня есть опыт такой-то, вот, у меня есть одна камера, вторая камера, третья камера. Я так и сижу, думаю... Эврика! Вот она в чем дело! И, понимаете, на самом деле проблема не в том, что люди плохие или что они глупые, ни в коем случае. Проблема в том, что люди, которые защищают эту камеру, они не то что даже недостаточно опытные. Во-первых, они монтируют на телефоне. То есть, они не могут взять и вот так вот прикинуть два файла, вот так вот открыть, посмотреть два файла, да? А у них нету достаточно ресурсов. Это, во-первых. То есть, на телефоне, во-первых, у вас маленький экранчик, и вы реально не видите. То есть, тебе показываешь реально разницу между камерой за 30 тысяч и телефоном, и ты не видишь эту разницу. Не потому что ты лох, а потому что у тебя, во-первых, маленький экранчик, а во-вторых, у тебя нету просто ресурсов, чтобы рассмотреть эту картинку. То есть, ты не можешь, дать, открыть ее там на весь экран, повертеть, покрутить. Даже при всем желании ты это не можешь сделать, ты не можешь увидеть разницу. Как бы ты ни старался. И, наконец-то, ты это понял, то есть, понимаете? То есть, вот почему ты объясняешь человеку, что камера говно. С точки зрения картинки. Да, с точки зрения креатива она прикольная. С точки зрения картинки она говно. И ты объясняешь, что человек тебя вообще не понимает. Он говорит, ты дурак. Я смотрю вот на телефоне, бля, у ютубера какого-то. Ну, у человека, во-первых, даже камеры другой нет. Он, ему не с чем сравнить. То есть, когда, понимаете, ты стоишь, вот обок сравниваешь, да? И ты понимаешь, что вот смотрите. Вот сейчас вот определите. Вот смотри. Вот как вы думаете, на что снята вот эта фотография? Вот так вот, на секундочку. Вот на что снята вот эта фотография? На что снята вот эта фотография? А на что снята вот эта фотография? Как вы думаете? Вот как вы думаете? Вот чисто вот так вот. А я вам скажу, на что это снято. Вот она, на что снято. Это фотография в 72 мегапикселя на инсту. А вот эта фотография? На мобильник. За 180 евро. Не айфон 14. 180 евро мобильник. Никаких тебе 72 мегапикселя. Он, сука, по-моему, 2,7К максимум снимает. Если повезет. Я ни разу не снимал на нем 2,7К. В 10,80 обычно. Понимаете? И ты понимаешь, что за херня? Вот как это вообще работает? Если кто не верит, вот даже, пожалуйста. Вот свойства. И вот у нас тут написано, что это вот 11 тысяч на 6 тысяч. Трапа пара, 8 дырок. И вот он, откуда он там скачет. Файл и JPEG. Весит он, сколько он там весит? 20 мегабайт, трапа и 8 дырок. А вот это вот файл, который уже с мобильника. Пожалуйста. Тут написано, что он весит 2 мегабайта. И при этом он там 5000. 3000 на 4000. То есть, понимаете вообще, в чем прикол? Мобильник за 180 евро снимает лучше, чем камера за 550. И ты людям говоришь, они не видят это вообще никак. Ну ты, Ингриш, ну вот поля, вот тут, да. А они не видят. Как так получается? Потому что они не могут увидеть. Как вот ты не старайся? Они не могут увидеть. Потому что у них нету достаточно, нету ресурсов, чтобы увидеть эта разница. И как бы, в принципе, да. Вот она, вся проблема. Понимаете? И кто-то можешь подумать, что типа, бля, вот ты просто хейтишь Инсту, да, вот потому что вот GoPro. Понимаете? Они так же и не увидят разницу. И вот между вот этими фотографиями, хоть ты убей. Вот вы, вот угадайте, на что снято вот эта фотография, да? Угадайте, на что она снято. И вот эта фотография. Как вы думаете, на что это снято? Вот это и вот это. Причем, знаете, что самое забавное? Вот эта фотография, да, если мы посмотрим, она 720 на 1080. То есть, это даже, и она весит 425 килобайтов. Это не оригинальный файл. Это, скажем так, уже через Telegram прессованная фотография с фотоаппарата. А вот эта фотография с GoPro, оригинальная. В разрешении 4000. По-моему, там, да? Не, 5300 на 3800. И весит она 4 мегабайта. Как вам такое, Илон Маск? Вот вам еще фотография, смотрите. Вот это фотография с GoPro. Видите, тут объектив в руках, у малыша. А вот это фотография с фотоаппарата. Есть разница? Вы ее видите? Скорее всего, на телефоне вы ее даже не увидите, если честно. Я не знаю, для кого это распинается, но сам факт. И вот так и получается, по большому счету. Что, вот поэтому, как бы, ну, ты людям объясняешь, что, понимаете, это не тут не в камерах дело, оказывается. Камера-то сама по себе просто снимает. Тут, оказывается, дело вообще, ну, как бы, на чем ты смотришь, да? И какой у тебя опыт. То есть, если ты уже, как бы, такой человек, у которого есть опыт с другими камерами, да? Ну, тебе еще денег, конечно, не замаксали. Если тебе еще денег принесли, тогда, в принципе, вот эта камера снимает лучше, чем все. Вот и та, и та говно, и это говно. Ну, если бы денег принесли. Но мне, к сожалению, денег не принесли. И, как бы, если вы посмотрите вообще на людей, которые говорят, что почему эту камеру брать нельзя, у них у всех будет присутствовать компьютер. То есть, они все будут монтировать на компьютере. И вот отсюда, вот, главный такой, собственно, тезис этого видео. Почему, кому не стоит брать эту камеру? Эту камеру не стоит брать тем, ну, как бы, понимаете, или, точнее, брать все равно стоит. Как это правильно выразиться? Просто тут немножко тезис другой, что. Этой камерой могут быть недовольны те, у кого есть другие камеры, и кто монтирует на компьютере. Потому что качество у него настолько отвратное. То есть, понимаете, это настолько отвратительное качество, что оно реально будет резаться вам в глаза. Причем, думайте, эта фотка только неудачна. Смотрите, вот другая фотография. Да? Сейчас он здесь, это он еще пуршот делает, подождите. Сейчас он сделает еще, обработает эту фотографию, чтобы она выглядела красивее. Ну, вот это еще более-менее маломальски чуть получилось. Давайте там еще, не знаю. Ну, все равно. Хуйня, хуйня. Говно. Люди говорят, что это говно. Что с такой фотографией можно сделать? Ну, можно ее вот так, наверное. Подожди. Где тут маленькая планетка была? Ну, вот так. И то вниз. Вот как-то, блядь. Да и в хер ты с ней ничего не сделаешь. Ну, вот как-то так, так. Ну, что можно сделать с такой фотографией? То есть логично, что вот такая фотография будет смотреться просто лучше, чем вот там. Так и вот. Возвращаясь к тезису этого видео. Понимаете? Эту камеру не стоит сильно рассчитывать на эту камеру тем, кто, во-первых, рендерит на компьютере. Потому что на компьютере у вас будет очень видно вот эти все изъяны. Они вам просто, блядь, будут реально глаза, блин. Потому что когда ты уже что-то у тебя, и у тебя уже что-то, ну, как бы есть какое-то понятие о камере, даже мобильник снимает лучше, чем эта камера. Но, если ты будешь рендерить на мобильнике, то ты вообще этого не заметишь. То есть для тебя это будет вообще шикарная камера, потому что она вообще охрененна картинка, шикарная картинка, да, вот что-то у нас, видео, да. Вот. Это у нас образец. Для тебя будет шикарная картинка, широкий угол, вообще шикарно, море креатива и всего подобного. Но только если ты рендеришь на мобильнике. И если у тебя не было других камер, то есть я бы не рекомендовал брать эту камеру тому, у кого много других камер, у кого есть богатый опыт в рендеринге и кто рендерит на мобильнике, ой, на компьютере. Если у вас нет опыта, вы рендерите на телефоне, то, блин, для вас это просто шикарная камера. Если это ваша первая камера, то это вообще самая суперская камера, которая у вас когда-либо была и будет. Вот, собственно, что хотел сказать в этом видео. Всем спасибо, до свидания.